Илья, вот вы знаете, я подумал недавно, что ранее люди гордились тем, что они переписываются с Дидро, с Вольтером, с Эйнштейном. Я сейчас, я вам абсолютно серьезно говорю, практически ежедневно переписываюсь с чатом GPT. И причем я не смеюсь, я постоянно это делаю, и он меня обучает, находим программы какие-то обучающие, создает мне это все, я спрашиваю какие-то советы. Вы с ним тоже общаетесь или это просто я такой сумасшедший? Нет, мне ужасно приятно, что я вижу человека одной со мной кровью. У меня наступает абстиненция, когда я несколько дней почему-нибудь не успеваю с ним поговорить по душам. И да, это главное, что происходило все эти последние месяцы. Как у любого человека к моему возрасту, у меня есть масса вещей, в которых я не разобрался. Я считал, что я никогда не разберусь. Какие-то вещи, которые вызывали у меня комплексы. И отдельное удовольствие понемножечку шаг за шагом вместе с ним вникать во что-то, что мне было трудно, требуя, чтобы он объяснял мне это как 12-летнему ребенку. Так, чтобы мне это было не скучно и понятно. И это очень увлекательно. Вот вы знаете, я слышал такое мнение от ряда философов, очередь мировых известных философов, таких как Харари, например, что искусственный интеллект несет в себе колоссальную опасность. Как по мне нет, но мне интересно ваше суждение, ваше точка зрения. Это опасно? В будущем это чем-то грозит? Или на самом деле мы просто должны его развивать и получать от этого колоссальное удовольствие? Ну, тут есть несколько слоев ответа на этот вопрос. И, может быть, я начну с конца. Действительно, многих обозревателей заботят, что мир, в котором мы полностью опираемся на искусственный интеллект во всех сферах своей жизни, в которых мы думаем вместе с ним, в котором мы управляем нашей техникой вместе с ним, в которой мы вместе с ним защищаем наши дома и наших близких от агрессора. Это мир, в котором все может потихонечку двигаться в каком-то очень нежелательном направлении. Причем я бы добавил к мыслям, например, Харари, что искусственному интеллекту не нужно обладать ни агентностью, ни субъектностью для того, чтобы начать нас понемножечку убивать. Биолог легко это поймет. Есть разные паразиты, разные микроорганизмы, у которых нет ни агентности, ни субъектности, но которые очень изысканным и причудливым образом решают свои задачи, рассматривая организмы их хозяев, те, в кого они проникли, просто как средство достижения цели. Но все-таки это кажется вопросом достаточно отдаленного будущего и совершенно необязательным, а главное, чем-то на что довольно сложно повлиять на нашей статье, на той статье, на которой мы сейчас находимся. Трудно представить себе, что человечество будет сообща как-нибудь продуманно действовать на этом месте. Человечество не умеет сообща даже справляться с такими простыми очевидными угрозами вроде правых диктатур, которые сейчас растут как грибы по всему миру и несут гораздо более непосредственную угрозу. И, собственно, вот к этому я хочу перейти. Мне кажется, гораздо более непосредственная угроза при появлении нового и очень могущественного инструмента, при помощи нового какого-то шага прогресса. Это вероятность того, что у палки будет два конца и что он, наряду с тем, что будет невероятно улучшать нашу жизнь, делать нас продуктивнее, решать всякие крупные проблемы, которые есть у человечества, в руках злоумышленников будет этим злоумышленникам тоже давать больше эффективности. Это гораздо более непосредственная угроза. Я хотел вас об этом спросить, потому что мы прекрасно помним, что масса вещей, микроволны и так далее, они изначально разрабатывались в военных целях. Многие вещи изначально разрабатывались в военных целях. И я боюсь, что будущее войны на самом деле – это тоже искусственный интеллект. И такие диктаторы, в том числе и как Путин, они, понятно, вкладывают уже деньги в освоение этих всех программ именно в военных целях. Как вы предполагаете, будущее войны с искусственным интеллектом, когда эта палка находится у таких, как Путин или у других диктаторов, это страшная угроза? Я думаю, это происходит уже вовсю. И в войне дронов, например, искусственный интеллект играет роль. И вы, может быть, слышали разговоры про нейросети, которые использует израильская армия, скажем, для обнаружения целей, идентификации целей. Впрочем, решение принимается всегда в итоге человек просит. Искусственный интеллект может повысить эффективность работы таких подразделений. И это реальность, который… Это вопрос не того, что будет завтра, а того, что происходит уже практически сегодня. И тут вопрос, конечно, как можно было бы пытаться сдерживать, и что можно было бы сделать для того, чтобы у режимов вроде российского было бы меньше возможности использовать эти ресурсы. Исходность же надежды состоит в том, что, наоборот, они как бы работают как проща Давида, в том смысле, что они очень уравновешивают паритет, где против большой индустриальной мощи могут быть инструменты, которые очень несложны и недороги в разработке. Но проблема в том, что если у Голиафа будут к тому же эти же инструменты, он же тоже их начинает использовать. И Китай, например, может производить просто миллионы и миллионы дронов в месяц. Тогда проща Давида перестает быть прощой Давида. Но мне кажется важным, что многие говорят о том, что такие нейросети, которые работают не с тронами, не со снарядами, а с языком, могут быть чрезвычайно могущественным инструментом. Речь идет про языковые модели, вроде чата GPT, LLMS, большие языковые модели. У них есть фантастические возможности, фантастические ресурсы. Они могут поворачивать свое внимание на вещи, вообще-то далекие от текстов, и начинать влезать, например, в генной инженерию, и придумывать новые интересные решения в молекулярной биологии, искать новые лекарства, воспринимая текст ДНК как текст, код ДНК как текст. Это отдельная интересная вещь. Но если говорить просто про язык и про речь, про создание пропаганды и тиражирование пропаганды, то уже за этот год стало понятно, что чат GPT работает гораздо лучше, чем любые боты. Боты – это неудачное смешение слов. Мы привыкли называть ботами вот этих людей на зарплате, которые сидят и что-то плодят, не очень удачное название, потому что боты – это робот. Мы так хотели сказать им что-то обидное, но правда состоит в том, что им на смену придут действительно боты и приходят сейчас быстро. Выясняется, что чат GPT может плодить на любом языке, для любого пузыря в соцсетях гораздо более эффективную дезинформацию, которая убедит людей больше, чем человеческая речь. В контрольных экспериментах люди доверяют таким текстам гораздо больше, чем те, которые породили человеческие люди. И эта дезинформация оказывается более убедительной. Правда, в этом же эксперименте, я сейчас говорю про публикацию швейцарских медиков из журнала Science в прошлом летом, где они проверяли, как люди реагируют на дезинформацию в области медицины. Они же показали, что и на достоверную информацию, которую написал чат GPT, люди реагируют с большим доверием. Поэтому там правда состоит в том, что эти языковые модели, дез в скобках, информируют нас лучше. То есть они могут и информировать нас лучше. Мы с вами с этого начали, с того, что при некотором уровне того, что называется AI literacy, при некотором уровне грамотности, мы с вами потенциально можем быстрее и лучше проверять информацию. Мы можем использовать эти же нейросети как броню. Если дезинформация – это снаряд, то будет борьба брони и снаряда. И мы можем на самом деле с вами сейчас за 10 минут пойти в гораздо более глубокий research, чем мы могли бы раньше, используя на это дни и часы. Но правда это будет привилегией людей, которые в принципе к этому склонны. К этому люди мало склонны, к тому, чтобы что-нибудь анализировать. Вот есть такая компания Нуролинк, компания Иоанна Маска, и они вот сейчас разрабатывают, ну то есть они уже получили разрешение для того, чтобы проводить эксперименты там с людьми. И я так очень сильно упрощаю, брать чип, выживлять. А сейчас они пытаются понять, можно ли человека с параличем, например, поднять на ноги, сделать так, чтобы эти люди ходили. Ну вы, наверное, помните прекрасный этот фильм «Матрица», братьев Вачовский, когда вставляли в голову такую штуку, там специально какой-то механизм был, и человек обучался всему прыгать через крыши, языкам, различным моделям, готовить все, что хочешь. У меня вот этот человек. Как вы думаете, человечество в перспективе ближайшей получит эту возможность? Иоанн Маска или кто-то другой даст нам это? Я думаю, это во всём происходит, и это происходит и в нашей с вами жизни. Мы уже немножечко научились прыгать через крыши, потому что известно, вот вы можете найти выпуск подкаста «Голый землякоп», который называется «Дети и искусственный интеллект». И там идёт разговор о том, что если, например, ребёнок, маленький шахматист, учится играть в шахматы, взаимодействуя с искусственным интеллектом, он научается гораздо быстрее, гораздо эффективнее, не нужно делать дырку в голове, для того, чтобы робот мог скормить нашему мозгу огромное количество информации, гораздо больше, чем это может делать учитель. И не просто информации, но и навыков. И у меня есть мой журналистский эксперимент и мои отношения с роботом и с искусственным интеллектом, а именно в течение уже трёх лет. Искусственный интеллект учит мой мозг вещи, которые он разучился делать с юности. Я в юности очень много слушал музыку, и много новой музыки, и трудной музыки. В молодости я очень жадно её осваивал. А с годами мы ржавеем, и нам делается не так интересно, и мы не так готовы вкладывать усилия в то, чтобы освоить что-то совершенно новое. Но вот этот рекомендательный робот, который, если вы будете активно лайкать и дизлайкать в музыкальном сервисе, в любом, потенциально может начать находить такую музыку, которая будет вам всё более и более интересной, и вытаскивать вас из этого кризиса. И сейчас мы вместе с ним слушаем довольно сложную музыку. Он находит каждый день новые треки, которые заходят удивительно легко. Здесь не нужно отверстия в голове для этого. Но если, кстати, вернуться к действительно радикальным экспериментам, когда у вас есть трепанация черепа, и есть прямой контакт между нашей нейросетью и кремниевой нейросетью. У нас, кстати, есть два выпуска, где в гостях киборги, люди, которые живут с интерфейсом мозг-компьютер. Один называется «Киборг, которого перепрошили». Это правда. Это был человек, которому добавили новые функции через несколько лет после использования этого интерфейса. И другой называется «Рука на удаленке» про человека, который два раза в неделю приезжает в гости к черной роботизированной руке, которая находится в лаборатории. Ему отвинчивают крышечку, соединяют его мозг с компьютером. У него установлены вот эти разъемы. И он усилием мысли управляет этой рукой. Кроме того, это первый киборг на свете, который чувствует то, что чувствует эта рука. И это делает его гораздо более ловким. Он гораздо ловчее берет предметы, потому что он чувствует этот тяжелый предмет или легкий, шершавый, или гладкий. И, кстати, я к тому, что Neuralink совсем не первый и не единственный проект в этой области. Как правило, это университеты и стартапы. И многие из них достигают впечатляющих результатов. Вот в телеграм-канале «Голая земляков» осенью была история про людей, которые при помощи такого разъема научились не просто не брать какие-то предметы, а они научились лучше сосредотачиваться. И это уже более высокий пилотаж, ближе к тому, что вы описываете из матрицы. Это люди, которые после комы не очень хорошо проснулись, и они функционируют, но, например, больше не могут читать или больше не могут сохранять внимание во время покупок в супермаркете. И эти чипы полностью включают им обратный интеллект. Был другой пример испытуемый, которая при помощи такого чипа научилась быть более счастливой. А именно нейросеть взаимодействует с ее мозгом, который поврежден тяжелейшей депрессией, которая не поддается лечению лекарствам. У нас тоже был про нее сюжет в телеграм-канале. И они навсегда остались наедине, ее мозг и нейросеть. Мы не знаем, что делает с ней нейросеть, но мы знаем, что когда ей делается плохо, через полчаса ей делается лучше. Одним словом, здесь действительно прогресс движется очень быстро. Правда, всех очень интересует, можно ли будет делать такие вещи без трепанации черепа, потому что сегодня все-таки это смертельно опасные операции, которые делают неизлечимым больным людям. Интересно, сможем ли мы делать это, не сверля кость. Тогда прогресс очень быстро перейдет от восполнения какой-то инвалидности к усилению возможностей обычных людей. Я был бы очень рад просыпаться получше и покачественней в течение дня. И, кстати, засыпать получше потом тоже. Ведь мы же очень хорошо умеем. А знаете, если бы кто-то вместо меня хоть раз в день, от чего я очень страдаю, когда я не могу, прочитывал энное количество страниц хотя бы, понимаете, для того, чтобы больше осваивать литературу. Это вопрос, Александр, но тогда будет вопрос, кто же их в итоге прочитал, вы или не вы, в случае с чатом GPT, с которым мы вместе читаем длинные научные статьи. Мне очень льстит. И насколько качественно это произойдет, правда? Меня очень льстит, и, может быть, это иллюзия, но я всякий раз считаю, что в итоге эту длинную трудную научную статью прочел я. Просто чат GPT помогал мне идти, как на охотничьих лыжах по глубокому снегу, не проваливаясь. Но я не знаю, может быть, постепенно я впадаю во все больше и больше иллюзию на этом месте. Или зависимость. Слушайте, а как вы думаете, вот вы сказали по поводу детей, что с детства уже многие очень маленькие люди, девочки, мальчики, они каким-то образом уже сидят и изучают при помощи чата GPT, как играют в шахматы и так далее. Быстрее осваивают. Вы считаете, что это, в принципе, в нашу эпоху обязательно вот сейчас маленьким детям уже учиться обращаться с искусственным интеллектом, с чатом GPT, со многими другими подобными программами? Я не знаю насчет обязательной. Каждый делает свой выбор. Я думаю, это... Я просто прошу, потому что, знаете, если бывает такое, что вот человек, который, допустим, в 90-е годы, они были очень такие схудные, да, бедные. Люди там не было компьютеров после Советского Союза, но много чего не было. И колоссальное отставание у многих есть, если мы говорим там западными какими-то там детьми, со странами и так далее, с изучением языков, с освоением техники компьютеров, пониманием этого всего. Сейчас, знаете, есть такая история, вот даже как я, молодой папа, я думаю, как бы ребенку не отстать. Необходимо ли сейчас это все уже давать, показывать, что это есть, или обезопасить от этого? Тут нету какого-то простого идеального совета на каждый случай. Я очень разделяю вашу озабоченность в обоих смыслах. Действительно, мы видим, что гаджеты очень токсичные, и то, насколько естественно для маленькой нейросети, для мозга полностью в это нырнуть, и в первую очередь стать гораздо более ленивым, это очень впечатляет. За этим стоят глубокие биологические механизмы. В целом, для нашего мозга сотрудничество с таким черным ящиком, который ничего не объясняет, ну просто очень здорово что-нибудь делает. Эта вещь биологически чрезвычайно естественная, гораздо более естественная, чем сотрудничество с учителем, который будет меня челленджить и сдавать мне сложные задания, и требовать от меня усилия, планирования и непрерывного действия от начала к концу. Это вещи, которые эволюционно появились недавно, и они нам гораздо сложнее. Гораздо более древние вещи задействуются, когда мы начинаем листать рилзы, потому что наш мозг очень ценит новизну. И здесь очень небольшие усилия, а оно делается все интереснее и интереснее, потому что за нами следит робот, который постепенно понимает, что нам интересно. И мои рилзы невероятно интересны, и мой поток рилзов. Это там куча всего совершенно чудесного. Здесь есть хорошие и плохие новости. Плохие состоят в том, что, конечно, все эти штуки сделают нас ленивее и, может быть, несут некоторые компетенции, которые нам и так тяжело давались. Ну, и да, и понятно, что мы больше не стираем белье руками. Эта профессия исчезла. У нас есть стиральная машина, и мы не умеем сами поймать мамонта. Да. Но я уверен, что там есть и хорошие новости. Они будут состоять в том, что эти технологии будут потрясающе выравнивать возможности в менее привилегированных слоях общества и странах, и частях света доступ к образованию, доступ к возможности чему-нибудь научиться. Причем научиться вещам, которые традиционно были предметом привилегий. Действительно, языкам, действительно, математике и науке. Мы сейчас увидим, это происходит очень быстро. Сейчас придет девятый вал образовательных технологий, которые опираются на эти же нейросети. И наши дети будут бенефициарами этого. И вы вспоминаете 90-е, для меня это было временем очень важных надежд и радости. Там, где я жил, туда хлынули компьютеры, и мы их начали осваивать. И наше поколение учили печатать слепым десятипальцевым методом. Казалось, что это будет нашим интерфейсом, нашим будущим. В будущем этих детей будут нейроинтерфейсы. И возможность думать вместе с компьютером, умение сотрудничать с этой кремниевой нейросетью. И это большой вопрос, никто не знает точно, чему именно тут надо учить, как будет выглядеть вот это, не PC literacy, который нас учили, а AI literacy. Но похоже, что это уже происходит. По крайней мере, я вижу, что вот моя пятилетняя дочь, она любит вместе с чатом GPT сочинять сказки. И они сочиняют вместе строчка за строчкой. И я иногда в это влезаю, пытаюсь добавить какой-то парадоксальности сюжету и чего-нибудь интересного. А она просит нарисовать его картинки. И я знаю, что это уже происходит у меня дома. Я не знаю точно, как я к этому отношусь и что из этого выйдет. ЧАСТЬ Продолжение следует...